С вами Маша и вы смотрите канал похудения мамы и дочки. В сегодняшнем видео речь пойдет про диеты и про таблетки для похудения. Я давно обещала вам записать это видео, но все как-то руки не доходили. Но в последнее время я стала получать сообщения от своих подписчиц с просьбой поговорить на эту тему. И решила больше не откладывать и сегодня поделюсь своим опытом. Что касается диет, диетами я стала увлекаться еще в школе, мне тогда было лет 15 или 16. А затем это увлечение продолжилось уже в университете и после университета тоже какой-то довольно длительный период времени я прибегала к той или иной диете. Я испробовала практически все диеты, не буду даже их называть, их было очень много. Это известные, малоизвестные диеты и монодиеты. В общем-то испробовала практически все и в итоге я поняла, что диеты абсолютно бесполезны, что это великое зло и очень сильно вредят организму. И сейчас я вам расскажу на основании чего я пришла к этому выводу. Если говорить про диеты в общем и целом, то суть всех диет сводится к тому, что мы должны питаться определенным набором продуктов. Как правило, это очень скудный набор продуктов. Питаться нужно по часам, либо определенное количество раз в день. И за период диеты, предположительно, мы должны похудеть на определенное количество килограмм. Что касается меня, то каждый раз, когда я садилась на диету с первой по последнюю минуту практически, я была постоянно голодная, я постоянно думала про еду и представляла, что буду кушать, когда закончится моя диета. В результате, если я выдерживала диету полностью, потому что, как правило, я срывалась очень быстро, на третий или на пятый день я просто не выдерживала, потому что у меня начинались головокружения, общая слабость, начинал болеть желудок и, в общем-то, было очень сложно выдержать диету до конца. Но если все-таки я ее выдерживала, я теряла какое-то количество килограммов, как правило, это было намного меньше заявленных изначально. Тем не менее, что-то я теряла, но очень быстро их набирала, когда возвращалась к обычной жизни, к обычному режиму питания. И я со временем стала понимать, что диета это явно не для меня, и настал момент, как я уже сказала, когда эта тема для меня стала закрыта раз и навсегда. Я знаю очень много людей, которые действительно худели благодаря той или иной диете, но не знаю ни одного человека, который удержал свой вес в дальнейшем. То есть абсолютно все многочисленные мои знакомые в 100% случаев, они все после диет, после вот этого вот похудения, благодаря той или иной диете, абсолютно все набирали свой вес обратно. И очень многие набирали еще большее количество килограммов, чем было у них до того, как они садились на ту или иную диету. Кроме того, я знаю очень много случаев, опять же таки, это мои знакомые, это знакомые моих знакомых, люди, которые тоже худели благодаря той или иной диете. Очень многие люди худели благодаря серьге. Кстати говоря, у меня в жизни тоже был такой период очень давно, когда я решила вставить в ухо серьгу и похудеть благодаря этому. И надо сказать, что эксперимент продлился ровно 3 дня, потому что на 4 день я сняла эту серьгу, выбросила ее и просто забыла про эту диету. Потому что предполагается, что эта серьга будет блокировать рецепторы, которые отвечают за аппетит, то есть будет снижать аппетит. Кроме того, вместе с этой серьгой выдается список запрещенных и разрешенных продуктов. Он очень скудный и мне было очень сложно выдержать эту диету. И как бы у меня все закончилось на 4 день, то есть 3 дня я проходила в серьге и на этом все. Я знаю людей, которые благодаря серьге худели от 20 до 50 килограммов, то есть теряли вот такое вот количество веса. Но как только они снимали серьгу, вес их возвращался обратно и очень многие люди попали в больницу, кто-то даже в реанимацию. Потому что люди практически голодали, там, насколько я знаю, вечером нельзя было ужинать и вместо этого люди пили очень много кофе, кто-то пил воду, кто-то пил чай. Но в общем люди ужасно подорвали свое здоровье и в итоге оказались в больнице, кто-то с язвой, кто-то еще с какими-то проблемами. И естественно в итоге они подорвали здоровье и их вес вернулся, то есть абсолютно и полностью. Вот люди, которые похудели от 20 до 50, как я уже сказала, полностью все люди, абсолютно все набрали свой вес. То есть, ну как бы эта серьга тоже, можно сказать, относится к диетам, потому что там выдается список, как я уже сказала, разрешенных и запрещенных продуктов. Вот, что еще про диеты я хотела бы вам сказать. Как правило, все диеты очень, да, почему вот они очень вредны для здоровья. Если взять, скажем, белковые диеты, они называются по-разному, но суть сводится к тому, что нужно кушать белковую пищу, разрешены даже какие-то полуфабрикаты, закуски. Эта диета крайне вредна, потому что чрезмерное употребление белка и вот всяких закусок и полуфабрикатов, это все приводит к повышенному образованию холестерина в крови, это ужасно вредит печени, почкам, сердечно-сосудистой системе. В общем-то, диета очень вредная и опасная. Другие диеты в основном, в своем большинстве, не предполагают употребление никаких сладостей, даже натуральных сладостей, запрещены фрукты, запрещен мед. А мед и, в принципе, сладости, пусть даже натуральные, они необходимы организму, они необходимы мозгу. Ну, то есть, в общем-то, если разбирать все эти диеты, они все крайне вредны, потому что в организм не поступают важные необходимые вещества, либо поступают в избытки, что приводит к проблемам со здоровьем. В общем-то, основываясь на вышеперечисленном, я сделала вывод о том, то есть, пришла к тому, что диета – это не для меня, и никогда в жизни я больше не прибегну ни к какой диете. То есть, этот вывод я сделала достаточно давно, много лет назад, можно так сказать. И после этого я стала обращать внимание на таблетки для похудения. То есть, этап с диетами у меня был завершен, никакого результата не было, мой вес постоянно скакал туда-сюда, и я решила обратиться к таблеткам для похудения. Что касается таблеток для похудения, я перепробовала очень большое количество таблеток. Опять же, не буду сейчас их называть, потому что их очень много, какие-то названия я уже даже не помню, но суть в том, что ни одни таблетки для похудения мне не помогли. То есть, я их пила, и не было абсолютно никакого эффекта. И тогда, когда я уже практически перепробовала все, да, это были таблетки, это были также какие-то добавки, каши для похудения, это был гербалайт, ну, в общем, абсолютно все, что предлагалось для похудения. И когда я увидела, что ничего не помогает похудеть, я стала думать про тайские таблетки. Я про них, конечно же, слышала, но как-то старалась, то есть, их не покупала, откладывала на потом, думала испробовать сперва какие-то другие средства для похудения, потому что я знала, что я слышала о том, что тайские таблетки вредны для здоровья. Однако настал момент, когда большинство моих знакомых испробовали тайские таблетки, у всех были потрясающие результаты, причем это были люди разного возраста, девушки молодые и уже дамы постарше, и все достаточно грамотные, образованные люди, и все они пили эти таблетки. И настал момент, когда я поняла, что все-таки куплю эти таблетки. То есть, вот эти люди, их результаты повлияли все-таки на мое решение. И я подумала так, что раз эти люди их пили, и ничего страшного с ними не произошло, то и со мной, в общем-то, ничего не случится, тем более, что, как я уже сказала, люди грамотные и образованные, то есть, если бы это было так страшно, они бы наверняка не стали бы их покупать и употреблять. И в итоге я приобрела тайские таблетки. И что я могу сказать? Тайские таблетки – это единственные таблетки, которые действительно помогают похудеть. За курс, который длится 28 дней, уходит ровно 8 килограммов. При этом кушать не хочется совершенно, нет никакого ощущения слабости, нет головокружения и не болит желудок. То есть, когда мы пьем тайские таблетки, мы действительно худеем, и в момент их употребления, в общем-то, нет никаких проблем со здоровьем или с чем-то еще. Когда я пила тайские таблетки, я ела очень мало, причем там разрешалось кушать абсолютно все, единственное, нужно было ограничить потребление сладостей мучного. То есть, я ела очень мало, причем я ела абсолютно все, и соленое, копченое, даже мучное. Я помню, я ела пончики, какие-то пирожные. Но настолько, то есть, это были настолько мизерные, ничтожные количества, что, очевидно, они не влияли никак на процесс похудения. И четко за 28 дней, как я уже сказала, я худела на 8 килограммов. Я пропила несколько курсов, не помню, 3, то ли 4 курса, и, в общем-то, была очень и очень довольна результатом. Единственный раз, когда я поменяла, там тоже они подразделяются на курсы, и, кажется, отличаются, если я не ошибаюсь, своим составом. И однажды я поменяла курс и почувствовала себя неважно. У меня началась очень сильная тахикардия. Тогда я курс поменяла, причем я не стала их бросать, я просто поменяла курс, взяла какие-то другие таблетки и очень благополучно допила их до конца и похудела. То есть, после тайских таблеток я похудела очень сильно, было очень заметно, и я была очень счастлива, потому что, как мне казалось, нашла то волшебное средство, которое поможет мне похудеть и всю жизнь, в общем-то, поддерживать свой вес. Однако, как только я прекратила пить тайские таблетки, я стала постепенно набирать вес. И где-то с сентября, наверное, по февраль, по март, вот за этот период, я набрала 12-13 килограммов. И как раз уже близилась весна, летом мне нужно было их сбросить, и я решила позвонить и заказать снова эти таблетки. И в этот момент у меня начались проблемы со здоровьем, и, в общем-то, стало ясно, что тайские таблетки я больше никогда не куплю. И на этом, в общем-то, закончились все мои эксперименты с диетами, с таблетками, с добавками и с волшебными средствами для похудения. Сейчас я бы никогда в жизни не купила тайские таблетки и не пила бы их. И, в общем-то, ничего, абсолютно ничего, потому что, как бы вот основываясь на своем опыте, на негативном опыте, я сейчас очень, в общем-то, слежу за здоровьем и никогда не выпью, не сделаю того, что повредит моему здоровью. Но в то время я просто не понимала и не предполагала, какие последствия это все может иметь. И поэтому, в общем-то, испробовала практически все, что можно было испробовать. И я хочу сказать вам, если вы не пробовали до сих пор диет и каких-то таблеток для похудения, каких-то других средств, я просто очень хочу вам посоветовать, если вы хотите похудеть, и не прибегайте к этому, потому что это абсолютно бесполезно и только навредит вашему здоровью. Не повторяйте моих ошибок и мой негативный опыт. В общем-то, забудьте про все про это, про тайские таблетки, про любые другие таблетки, про любые добавки и про диеты. Если вы хотите похудеть, подкорректируйте свой рацион, исключите из него те продукты, которые вредят вашей фигуре, и только благодаря этому, только благодаря правильному питанию вы сможете похудеть. Многие могут мне сказать, что худеть естественным способом очень долго и очень сложно, и для этого нужна сила боли, огромное желание. Но я на это могу ответить, что зато это единственный способ, который позволяет похудеть, это единственный способ, который не вредит здоровью, а только его укрепляет. Поэтому если, да, и еще есть такой момент, если мы склонны к полноте, если у нас имеется большое количество лишнего веса, то нужно понимать и не обманывать себя, что, ну, во-первых, для того, чтобы похудеть, нужно полностью изменить свое питание, пересмотреть его, заменить одни продукты на другие, и понимать, что если эта проблема в организме присутствует, то от нее никуда не уйти, и если мы хотим хорошо выглядеть, то нам всю жизнь придется следить за тем, что мы едим, и, в общем-то, следить за своим образом жизни. В противном случае мы ничего не добьемся, либо добившись, мы опять вернемся к тому, с чего начали. То есть это правда жизни, это факт, и от этого никуда не уйти. Однако это не означает, что всю жизнь нужно себя чего-то лишать, нужно не доедать. Это, конечно же, не так. Я думаю, что, когда мы уже доходим до своего веса, можно как-то более расширить тот список продуктов, которые мы употребляем. Иногда позволять себе, я думаю, что все, я еще не пробовала, но думаю, что когда я дойду до своего веса, по праздникам, иногда, когда мне очень захочется, я, скорее всего, буду позволять себе какие-то излишества, скажем так, какие-то продукты, которые я не ем сейчас, и, в общем-то, не думаю, что это как-то повлияет на мой вес. То есть, как я уже говорила, если это разово, если иногда, то в этом нет ничего страшного. На сегодня это все. Думаю, сейчас вы уже понимаете, почему у меня такое отношение к диетам и к таблеткам для похудения. А если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, с удовольствием отвечу. Всем отличного настроения и удачного дня. Увидимся на нашем канале. Пока!